МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже наступил февраль. Год нынче не високосный. А значит, в этом месяце 28 дней. Но не у всех. Если верить календарю, который приобрела пермячка Наталья Кожевникова, то и все 30. Хотя надо посмотреть, что там дальше. В марте. Может, это он у него позаимствовал? И следующий месяц начнется сразу с 3-го числа. Тем временем от одного из жителей микрорайона Запрут мы узнали о том, что у них во дворе дома номер 95 по улице Ледовской был замечен новый местный житель. Ну вот же он. Гуляет возле горки на детской площадке. Мы скоро лисам вообще уже перестанем удивляться. Настолько часто они стали заглядывать к нам в гости. Не так давно в эфире нашего телеканала мы рассказывали о традиционном конкурсе снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж» и о победительнице работе под названием «300П». Из-за изменения погодных условий, потепления и сильного ветра, к сожалению, ледовый объект разрушился. Но авторы работы отчаиваться не стали. И за четыре дня создали новую. Представляем вашему вниманию композицию под названием «Сердце Пармы». В новом объекте воплощен образ уральских гор. В композиции можно узнать рельефы известных скал, расположенных около рек Пермского края. А вот Александр Туранов некоторое время побыл в роли Николая Дроздова и понаблюдал за стадом кабанов. Забавно вели себя животные. Некоторые собирались в кучку и что-то искали в снегу. А кто-то стоял в сторонке и наверняка думал о чем-то о своем. Что они там нашли такое? Столбились. Тем временем Оксана Резванова своими фотографиями напомнила нам о том, что в Перме опять периодически идет снег. Погода теплая, мягкая. Самое время для лепки снеговиков. Ну или хотя бы таких вот маленьких симпатичных снеговичков. Ну а телезрительский кадр дня у нас нынче от Юлии Новиковой. И эта фотография в комментариях не нуждается. Хватит одного лишь названия. Коты прилетели. Татьяна Киншова прислала нам необычное видео. К ним в гости, к дому номер 159 по улице Героев Хасана, прилетел настоящий дятел. Что же это может значить? Например, по народной примете, появление этой птицы часто предвещает ухудшение погоды. А также скорые перемены в жизни. Как отрицательного характера, так и положительного. Так что, если вам довелось увидеть дятла, не спешите сразу отчаиваться или ждать неприятностей. Лесного обитателя мог привлечь не конкретный дом, а деревья, растущие поблизости. Менем Лариса Смирнова, которая обычно делится с нами наблюдениями за пернатыми, на этот раз застала у окна такую картину знакомства. А в детском саду «Симфония» вновь появились тематические инсталляции. Напомним, перед Новым годом всех посетителей там встречали снеговики. Они поднимали настроение. А в начале масленичной недели всех встречают красавицы-матрешки. Уже совсем скоро мы подведем итоги уходящей зимы. Ну а на сегодня, пожалуй, все. С наступающим вас праздником, дорогие наши мужчины. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова